Привет, ребята! Мы в Москве, и хочу начать влог с того, что, как всегда, перед вами отчитаюсь по поводу своей кожи. Она сейчас выглядит странно, потому что я вот здесь всё расчесала, и у меня всё такое какое-то красное, странное, вот это что-то выскочило. Поэтому, короче, краснота вот эта со временем пройдёт, но вот здесь у меня есть такие маленькие засранцы. Прошлый влог, который вы смотрели, который был у меня с дачей, я думаю, что вы заметили там, что у меня были такие, ну, высыпания, не то, что их было много. Ну, они и сейчас, конечно, есть, просто там прямо они сильно так уделялись, потому что там, ну, болячки такие были. И когда у меня что-то такое появляется на лице, высыпания какие-то, ну, то есть в целом я бы не сказала, что у меня плохая кожа сейчас, ну, она не идеальна, конечно. Тон не особо там прям вау, особенно за то, что я здесь расчесала, не знаю, могла еще немножко подождать, прежде чем записывать видео, но показываю, как есть. У меня, в принципе, чувствительная кожа на самом деле, и, то есть, как бы вот так вот что-то почесать, вот так вот сделать, ну, как бы будут покраснения. Короче, я к чему. Чуть меньше недели где-то, ну, может, около недели я пользуюсь гаммой от Виши, Фито Солюшн Нормодерм. Это у меня такой утренний дневной уход. Утром пользуюсь такой штучкой, ну, как дневной уход, то есть, когда просыпаюсь, все там подготовила, очистила кожу и так вот наношу. Мне очень нравится, потому что такой аромат, знаете, каких-то травок, что и сразу чувствуется какой-то антибактериальный эффект, что ли. Ну, не знаю, в общем, мне очень приятно все это испытывать на себе. И я рассказывала вам о том, что у меня были прям такие, они как болячки, то есть, сейчас это, в принципе, уже, ну, по большей степени следы, и в большинстве своем как раз-таки мне помогает такая вот гамма от Виши. А вечером я пользуюсь сывороткой вот такой. Ну, вы знаете, я уже показывала не один раз. И чем я обязательно каждый день пользуюсь, утром, вечером, всегда, это вот этим тоником, тоже из той же гаммы для проблемной кожи. Вот этими продуктами я пользуюсь не каждый день, ну, то есть, сейчас я пользуюсь каждый день. А так, когда у меня кожа получше, я перехожу на другие какие-то сыворотки, тоже, кстати, от Виши, я их очень люблю. Вот, а как только у меня появляются какие-то высыпания, они у меня, ну, раз, наверное, в месяц точно что-то высыпают. Поэтому, в принципе, я так вот чередую уходик, можно сказать так. Так что, такие дела. Мы в Москве, рассказывая, вчера я ходила на реснички, я думаю, что вы заметили, и на ламинирование бровей. Давно хотела, давно не ходила. Сейчас я подкрашусь, потому что мы поедем в торговый центр. Я нашла в себе силы на это, поэтому пошлите чуть-чуть подкрасимся. Я не хочу сильно краситься, если честно. Я так всегда говорю, в итоге потом крашусь нормально, так, ну, типа, не слабенько. Хотела бы вам показать, какой у меня здесь даже не то что творческий, а просто беспорядок, просто кошмар. У меня нет сил абсолютно все это разобрать. Комп тоже с дачи привезли, абсолютно нет сил разобрать. Закрашу вот эти вот покраснения какие-то, просто чтобы чувствовать себя так, типа, у меня ровный тон кожи, и я нормально себя чувствую. Я уже оделась, ходила сегодня весь день в домашнем, просто трэш какой-то. Осенняя хандра, так называемая, она сводит меня с ума. Знаете, я думала, сейчас приеду в Москву, здесь столько всего интересного, город, мегаполис, люди, рестораны. Что по итогу? Нет сил. Так, нанесла консилер. Просто чтобы какой-то тон, не знаю, более ровный придать, что это трэш какой-то. На самом деле, вот так просто выглядеть плюс-минус симпатично, да, не обязательно там тону косметики накладывать, просто элементарно, не знаю, сделать ровный тон кожи и, ну, может, там, румянца добавить, и то это даже не обязательно, мне кажется. И уже все, ты уже, как бы, выглядишь очень даже презентабельно. Все равно не все замазалось, поэтому я, как бы, это дело добью. Короче, странно все равно, я как-то выгляжу странно. Знаете, такой какой-то не то, что, ну, типа, не свежий, но и не тухлый. Ну, короче, я не знаю, как это объяснить. Я все это дело объясняю так, осенняя хандра, да, потому что я внутри себя чувствую просто как валенок какой-то, и снаружи выгляжу, мне кажется, точно так же. Хотя даже реснички у меня свежие, казалось бы. В общем, рассказываю о планах поехать в торговый центр для того, чтобы купить утюг, потому что у нас дома нет утюга, у нас есть отпариватель, и, как показала жизнь, как показала жизнь, все-таки утюг более полезный, нежели отпариватель в доме. Почему? Потому что не так много у нас, в принципе, вещей, одежды, да, какой-то, которая нуждается именно в отпаривателе, и иногда может показаться, что, о, отпариватель, это же так удобно. Ну, я бы не сказала, все-таки мне легче держать руку вот так вот, а я просто высоко показываю, вот так вот, когда утюг держишь, да, ну, только на своей какой-то удобной высоте, чем вот так вот постоянно рукой делать, ну, отпаривателем. Ну, короче, это в любом случае удобно, удобнее, и что меня бесит в отпаривателе конкретно, то, что он не делает настолько все идеально ровным, что ли, как утюг, то есть утюг более, более сильный в этом плане, более продуктивный. И это мой профессиональный совет для тех, кто думает, что же нам такое купить. Утюг, отпариватель, типа, утюг есть у всех, а отпариватель, это же так здорово, все-таки я рекомендую всем утюг. Знаете, я тоже раньше думала, как же модно, как же классно, когда у тебя отпариватель, это так удобно, можно подойти, шторы отпарить. Короче, не отпариватель, это удобная вещь, конечно, но я все-таки рекомендую не покупать там самый дорогой, просто обычный такой, знаете, можно сказать, ручной, который всегда можно с собой куда-то взять, удобно там те же шторы отпарить, да, то есть, ну, конечно, это удобно в каком-то смысле, но не так часто нужно, как утюг. Все-таки утюг лучше справляется со своей задачей, я уже как-то, по-моему, об этом рассказывала. Так вот, я к чему? Хочу утюг, мне кажется, я намного быстрее буду справляться с тем, чтобы все было ровное, гладенькое, потому что с отпаривателем, конечно, просто закачаешься. Ну вот, например, я люблю спать на глаженном, да, или отпаренном, не знаю, постельном белье. Люблю, потому что, ну, просто, не знаю, телу приятно, лицу, голове, не знаю, всему приятно, когда ты спишь на отпаренном, ну, или глаженном постельном белье. То есть, это как в отеле. Я раньше думала, почему же в отелях так прикольно спиться, ну, типа, так гладко все, ну, что за хрень? Почему дома не так? Потому что, потому что там все отпаривают, гладят, и это, конечно, очень, очень комфортно. Все-таки хотела я накраситься не максимально, но не удалось. Кстати, мне написали, что, оказывается, это все-таки не бренд Дилары, представляете, какой трэш. Вот кто-то написал, вот так вот распространяются слухи, вот так вот, знаете, как клевета, какой-то бред распространяется и идет в массы. Мне кто-то написал, что это бренд Дилары, потому что на ее, типа, ник похожий, еще что-то. Я думаю, ну, наверное, люди знающие. Я не сильно разбираюсь там в косметике, кто че, кого. Ну, какую-то знаю, понятно, какую-то есть, есть там. Ну, в общем, под тем влогом, где я рассказывала, что, оказывается, это бренд Дилары, мне так сказали, написали не один раз очень много людей, что это не ее бренд. Это просто, типа, некоторые так думают из-за названия. Короче, трэш, тупизна. Так что все, это не бренд Дилары. Ну, честно, я тоже удивилась, когда сказали, что это ее бренд, потому что, наверное, об этом где-то что-то было бы написано, что там, не знаю, Дилара выпустила косметику, наверняка был бы какой-нибудь разбор от Кати Коносовой, ну, что-нибудь такое, типа, блогеры выпускают косметику. Жена, наверное, или там уже бывшая жена, я как бы не в курсе. Для меня все эти вещи, это просто один сплошной хайп. Я не знаю, я не могу искренне с какой-то, не знаю, с каким-то теплом относиться к некоторым парам, да, в интернете, потому что у меня всегда есть четкое ощущение, что мне врут. И в итоге выходит так, что мне врут, поэтому я никому не верю, вот этим всем звездочкам нашим. Никому не верю. Но я лично не знакома, поэтому без понятия, может быть, это отличные, хорошие люди. Ну, короче. В общем, я намалевалась так, что грех вообще не провести какой-то суперактивный вечер, потому что день уже все, день давно все. Уже 7 часов вечера, представляете, я только накрасилась, я сегодня помыла голову, что я сегодня сделала? Да ничего, еле как встала с кровати. В общем, одним словом можно сказать, что день абсолютно непродуктивный. Вот, я хочу, чтобы в воскресенье к нам пришел клининг, навести красоту, уборку дома какую-то. Вот. У меня сама вообще не входит всем этим заниматься, но до этого момента нужно... Знаете, что-то делать? Нужно поменять пластельное белье. Ну... Хотя клининг тоже может это делать, но я предпочитаю делать это сама. И, ну, в идеале реально что-то погладить прям, ну, не то, что что-то, намного что, наверное, здесь есть гладить, да тоже пластельное белье, которое лежит как, ну, запасное в шкафу там, да, на смену. Его тоже можно было бы погладить. Не знаю, зачем я решила подкрасить брови. Захотелось заполнить какие-то пробелы. Я постоянно думаю все-таки, может быть, мне сделать какой-нибудь перманент, чтобы их вообще не трогать. Но, блин, по-моему, его вообще ненадолго хватает. Я один раз как-то делала, но я не делала коррекцию, и у меня вообще все как-то очень быстро ушло. Не знаю, может, это из-за того, что коррекцию не делала. Кто-то хрен знает. Так, ну, я не пойму, что там красиво, некрасиво. Здесь палеточка от Dior практически нетронутая. Вот такая вот, можно сказать, нетронутая вообще. Ее, кстати, Dior как раз-таки и дарил когда-то. Ну, в принципе, не так давно. Вот, поэтому воспользуюсь ей. Хорошие, кстати, тут оттенки такие. И просто, не знаю, для какого-то, для какого-то свежего взгляда добавлю. Вот такой вот макияж у меня получился. Губы красить не буду. Не знаю, что-то по бровям, перебор, не перебор. Самое главное, что у меня свежие и новые ресницы. И вот такой вот торчащий седой волос. Я думаю, что даже вы его видите. Как же мне это надоело. Пусть сидит там. Пусть он там сидит. Есть вероятность, что все-таки мне придется красить волосы. Мне часто спрашивают, мой ли это цвет волос. Мои ли это волосы. Потому что кто-то думает, друг, это нарощенный. Но нет, это мои волосы. Цвет волос тоже мой. Я не помню, когда последний раз красила. То есть, может быть, где-то на концах. Хотя, по-моему, мне все это отрезали. В прошлый раз отстригли. Там были какие-то остатки с момента, когда я была типа блондинкой. И осветленные волосы. Но они были закрашены. И, в принципе, нормально, короче. Не полились. Так. У меня тут расчески нет, как назло. Так вот. Волосы-то мои. Все супер. Все классно. Цвет тоже мой. Но есть вероятность, что все-таки мне придется пользоваться краской. Потому что у меня есть седые волосы. По 24 года. На самом деле, я так понимаю, в этом ничего такого нет. Это генетика. У кого-то они раньше появляются, у кого-то позже. Там пигменты, не пигменты. Меланин, не меланин. Может, спать надо лучше, больше. Чего я не делаю. И абсолютно не хочу заморачиваться на эту тему. Все-таки у меня не настолько много седых волос, чтобы, знаете, прям вот корни были бы седые. Поэтому я, в принципе, пока на эту тему особо не парюсь. Так, ну что ж, мы готовы выходить. Не знаю. Влог, конечно, что-то здесь не так. Но я решила все равно выбрать эту белую курточку. Хотя бы в торговый центр. С волосами непонятно что. Такой вот у меня низ. Просто бежево-бело-чер не получился. Я бы могла предположить, что из-за того, что я нахожусь сейчас в Москве, в городе, где куча всяких выхлопных газов... Во-первых, у меня здесь три дня подряд болела голова. Я три дня подряд пила таблетку от головы. На даче у меня голова... Я не помню, когда я болела. Ну, можно как бы сказать, что да, свежий, хороший, чистый воздух. И поэтому ничего не болит. И чувствуешь ты себя шикарно. Но по поводу того, что я себя чувствую такой ленивой, такой... Даже не то, что ленивой, я-то хочу что-то поделать, полезное что-то и так далее. Но просто вот сил как будто нет и просто прибивает к кровати. Вот просто вниз тянет, понимаете? Ну, как бы осень. И я бы могла подумать, что это из-за того, что мы находимся в городе, в Москве, и здесь как бы и так... Башка болит, еще и как бы такое состояние. Но на даче я испытывала точно такое же состояние. Точно такое же. Мне тоже ничего не хотелось делать. Мне было все тяжело, все было впадлу. Но на самом деле из этого состояния можно и нужно выходить. Конечно, иногда можно и отдохнуть, но... По сути, просто начать что-то делать, собраться, взять себя в руки. Там, не знаю, как я сегодня. Я сегодня весь день ничего не делала. Лежала, сходила с ума, ничего не хотела. Сидела, лежала. Ну, короче, еле как заставила себя. Помыла голову. Потом посушила ее тоже, не сразу, не знаю, через сколько. Потом в итоге я думаю, ладно, пошла накрасилась, собралась. Что-то в телеграм повыставляла. Ну, потому что я там несколько дней ничего вообще не постила, что редко. Бывает. Ну, может, один день, ладно. Вот. Собралась, накрасилась, привела себя в порядок. И вот мы уже едем покупать утюг. И я немножко чувствую какую-то бодрость, что ли. Сегодня все утро меня будили. У меня стоял будильник на 10.30. Меня разбудили звонком в дверь в 10. Из-за того, что наша квартира первая на этаже. Всегда звонят нам. Всегда звонят нам, когда какая-нибудь там фигня. Типа, счетчики вот эти проверить. Ну, короче, вот всегда. И меня это жутко бесит. Прям жутко бесит. Короче, не очень это мне нравится. В общем, разбудили. Меня и открыла. Причем каждый раз думаю, а это точно какая-то нормальная контора. Знаете, я даже сегодня думала написать в домовой чат, типа, ребят, мне кажется, было бы неплохо, если бы, когда вот так вот кто-то приходит из какой-то типа компании проверить счетчики, вместе с этими людьми по этажам ходил бы консьерж. Да, чтобы, например, я как житель этого дома, там, квартиры, неважно, знала, что я открываю дверь не каким-то, например, разбойником. Ну, короче, меня это жутко бесит, потому что каждый раз приходится принимать решение, типа, а это точно люди из какой-то компании, которые хотят проверить какой-то там счетчик, который вот стоит там, где квартиры, да? Ну, вы поняли, наверное, я думаю. Или это какие-нибудь, не знаю кто, или наоборот, они хотят что-то там сломать, ну, в общем, каждый раз приходится принимать такое решение. И если бы поднимался консьерж, который заранее проверял бы документы, например, у этих людей, то было бы не так стремно, потому что было бы понятно, ну, понятно, это как бы точно по делу. Короче, я открыла дверь, да, потому что, ну, куда деваться, открыла, ну, понятно, сначала в домофон, типа, что туда-сюда, то есть не в свою квартиру открыла дверь, а в этот, типа, ну, как, предбанник, не знаю, как это называется, на общую такую хрень, где квартира, как это называется. Предбанник. Предбанник, я сказала, но это странно, перед баней, что ли? Так, в общем, открыла дверь, все, они там что-то делают, все, типа, чини, меня это никак не касается. Дальше легла спать. Что ты думаешь? Снова позвонили? Позвонили для того, чтобы сказать, что они все закончили, закройте дверь. Это было минут через, не знаю, сколько, но я уже успела задремать. Я думаю, да, да что ж ты будешь делать? Я опять встала, все, угу, угу, туда-сюда. Потом у меня был будильник ровно через час. Я его выключила, потому что из-за того, что меня побеспокоили в тот момент, мне не хватало сна. Потом у меня был еще один будильник. Но из-за того, что меня разбудил тот будильник, мне опять не хватило сна. Ну, короче, в итоге я проспала, не то, что там какие-то дела у меня были, я их проспала, просто проспала весь день. А сейчас еще мы и в пробке стоим. Отлично, просто отлично. Что-то меня бесят, мои волосы. Они сикарные, реально сикарные. Ну, короче, меня они бесят тем, что я постоянно не знаю, какую сделать прическу. Типа тупо ходить с распущенными, вот как сейчас, например, мне как-то психологически тяжело. Мне кажется, что-то как-то странно выглядит. Хотя вроде не странно, хотя вроде красиво. В общем, моя голова забита всякой ерундой, тупорылой. Меня это еще больше бесит. Теперь я хочу на Бали. Не знаю, почему раньше никогда не хотела туда, но мы лежали, смотрели всякие выпуски про Бали. И я подумала, блин, как клево, потому что у них там, как это называется... Ну, короче, они верят в духов, во всякие такие штуки. Я думаю, типа, блин, чисто моя тема вообще. Но у них там религия такая, как бы. Они там постоянно делают какие-то, не знаю, подношения, какие-то цветочки вот этим духом и так далее. Мне это показалось немножко прям, ну, типа не совсем близко мне, да. Но вот то, что там духи, вот эти перерождения, какие-то реинкарнации. Думаю, вау, клево. Но помимо этого там, конечно, безумно красиво и прям захотелось туда. Я даже посмотрела билеты, но чтобы туда долететь, нужно делать пересадку в Дубае. И билеты что-то стоили около 200, что ли, тысяч. Ну, по-моему, я на двоих смотрела, не на одного. Хотя могу ошибаться, не помню. Ну, короче, в любом случае, в любом случае, конечно, сейчас никуда туда не поедем. Но было бы, конечно, прикольно. Я наслышана и давно слышала о том, что там дешёвое жильё, что там можно снять какую-то крутую виллу на много человек, шикарную. И мне бы хотелось когда-нибудь туда съездить. Ну, даже не то, что там дешёвое жильё, поэтому и пожить в шикарной вилле не за супер большие деньги, а просто, ну, на природу на эту посмотреть. Там очень красиво, конечно, океан. Ну, классно. Реально классно. Так что вот, теперь хочу на Бали. Не знаю, конечно, когда я там окажусь, но я ещё молода. Всего-то мне 24 года. Вот, когда-нибудь-то я там окажусь, наверное, побываю. Так, ну что ж, мы приехали. Такого центра. Пришли вам видео. Здесь могла бы быть Паша реклама. Кстати, я бы с огромным удовольствием посотрудничала бы с каким-то магазином техники. Потому что технику я люблю, и её как бы много не бывает. Есть много всякого. Вот, например, чего у меня нет? Какой-нибудь вафельницы. Не то, чтобы она мне нужна, но, может быть, когда появится, я захочу сразу вафли кушать. Чего нет? У нас нет классного увлажнителя воздуха. Есть какой-то, но он так, типа, не то, что прям вау. Ну, гриля у нас какого-нибудь нет. Ну, типа, столько всего. Слава смотрит «Умный дом». Было бы прикольно. О, среди тут камеры какие-то есть. Мы, кстати, хотим «Умный дом». А кто не хочет «Умный дом»? В общем, мы приехали сюда конкретно за утюгом. Но, как всегда, почему бы и нет, можно пошлиндрить, посмотреть, что тут есть ещё классного. А ещё из-за того, что сейчас будний день, нет людей. Ещё затяните, какие классные кресла игровые. 20 тысяч. Знаете, чего мне хочется в кино и кушать начис? Хочу начис с сырным соусом, который раньше был. Сейчас уже давно у нас такого нет сырного соуса. Я так поняла, что он какой-то зарубежный, там, не знаю, американский, неамериканский, но какой-то определённый фирмы. Он очень вкусный был. Сейчас, к сожалению, такого нет, причём уже очень давно. Поэтому я особо и не рвусь в кино. Ну, типа, ради чего? Ради фильма. Фильм я и дома могу посмотреть на плазме. В общем, ладно, пойдёмте смотреть, искать утюги. Кстати, вот такая штука нам тоже новая бы не помешала. Что наша уже старая, которая именно в Москве. Термопод. Прикольные. Прикольные штучки. Удобно очень. Хотя считается, что лучше всё-таки, когда вот такой чайник, например, у вас какой-то. Потому что здесь какая-то накипь образуется, ещё что-то. Плюс, получается, вода нагревается и долго там стоит. А лучше всё-таки, когда, наверное, свежую воду вы сразу вскипятили, выпили. Ну, короче, фиг знает. Так, я смотрю, там гладильные доски. Наверное, утюги где-то там. Да, вон утюги. Кто не в курсе, у нас был утюг в Москве дома, но он сломался. Причём так сломался, что когда я втыкала его в розетку, выбивала фазу какую-то стрёмно, короче. В общем, утюгов здесь полно, поэтому сейчас будем выбирать. Конечно же, мне хочется взять какой-то крутой. Ну, вот цены 14, 17 тысяч, 10, 8, 11, 7, 9, ну, 10. Но есть дешевле. Вот. 2 тысячи. Мне кажется, я тут ещё дешевле видела. Смотрите, такой маленький дорожный утюг. Прикольно. Думаю, я тут есть такой, как у нас. У нас типа такого что-то. Только не такой. Не помню, как он выглядит. Дом покажу, если что. Вот такая вот хрень у нас. Типа сразу загладили доской. И идёт как будто бы как утюг с отпаривателем. Ну, вот я говорю, что мне не очень удобно. Вот мне кажется, такой у нас. Только другого цвета. А по цене наш, кстати, тоже примерно так и стоил. Ну, выглядит как наш, только немножко как будто другого цвета. Это всё немножко по-другому. А так вот, типа, тоже такое, видите, как будто маленький утюг. Оттуда пар фигачит. Ну, как утюг вообще нифига не классный. А как отпариватель, да. Поэтому я хочу просто обычный утюг. Только его надо выбрать. Мы выбрали такой утюг. С 11, по-моему, с чем-то. Последний остался. Ну, это можно. Как-то всё, в принципе, так постоянно. Мы уже не знаю, что. Берём последний с витрины. Но мы могли бы, конечно, где-то поездить поискать с коробкой. Но, точнее, телевизор. Он же не работает в круглосуточном магазине. Поэтому мы решили не выбедриваться, взять. Главное, чтобы работал. Гарантия будет. Поэтому кофе. Пакета тоже не оказалось. Сука. Но вы реально, ребята. Не, ну пакет, наверное, я думаю, это просто случайность какая-то, что-нибудь не оказалось. Но то, что всё в таком ограниченном количестве, это, конечно, санс и понятные поставки, проблемы. Поэтому я заметила, что потихоньку, наверное, потихоньку я начинаю ощущать то, что что-то пропадает. Типа Принглс, как недавно во влоге я говорила. Сосиски баварские. Я уже второй день не могу найти в лавке. Наши любимые. Ну, может быть, в Ашане они, кстати, есть, скорее всего. Ну, не то, чтобы это критично. Всё можно заменить. То, что я это начала замечать, это правда. Раньше не замечала. В общем, отнесём дюк в машину, чтобы не ходить с ним вот так вот в всему торговому центру. Потом пойдём покушаем в ресторанный корик. Ну, и, может, ещё зайдём в пару магазинов, потратить деньги, потому что у меня осенняя хандра. Вот интересно, в кино что-то идёт? А на что бы ты хотел сходить? Скрипперс. Да, то есть дитя-тимы какое-то. Верши страх. Ну, никаких этих. Чё? 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 Чё, чтобы понять, что где за фильм. Мы решили выглянуть трейлер одного из фильмов, который сейчас здесь показывают. Вот. А ещё я попросила показать, какой фирмы сейчас сырный и соус для начис. И, конечно же, не той, который я любила. Ммм, свежий поп-кол, ладно. Ради такого стоит пойти в кино. Итак, мы решили всё-таки успеть сходить в кино на что-то 3000 лет желаний. Вот. Но перед этим надо успеть что-то покушать, потому что мы ни хрена не ели. И, конечно же, хочется съесть поп-корно. Я даже начать всё-таки возьму с тем соусом, сыром, который не той фирмы, которую я люблю. Даже если будет невкусно, всё равно буду есть. Потому что лет сто не была в кино, реально. Вот. Сейчас мы бежим в Бургер Кинг взять какой-нибудь бутер, перекусить. А потом побежим. Фильм уже не идёт, но через 11 минут пойдёт. Сейчас идёт реклама. Вот так вот как-то мы тютелька в тютельку. Ну, ничего. Слава предложил завтра прийти в кино. Но есть такая маза, что если не пойдёшь сейчас, когда реально захотела есть настроение, то завтра уже вряд ли получится. У нас обычно так бывает, поэтому... В общем, я сейчас иду и думаю, хочу я съесть в опер перед кино. Наверное, можно взять. Можно взять и ещё взять поп-корно. Почему нет? Итак, ребята, мы уже дома. Мы сходили в итоге в кино на этот фильм. Ну, прикольный. Мне понравилось. Я думала, будет хуже, если честно. Показывали жизнь Джина. Типа, как... Какие у него были вот эти вот люди, которые его лампу эту... Ну, не лампу, а сосуд находили, в котором он сидит. Типа, как он желание кому-то исполнял. Ну, короче, прикольно. Потому что я думала, что вдруг... Хотя мы посмотрели трейлер, но так, не особо внимательно я его смотрела. И мы смотрели его не дома заранее, а так, уже в кино практически. Ну, около кинотеатра. Вот, перед сеансом посмотрели. И я думала, что это будет какая-то типичная история в духе. Показывают чувиху, которая загадывает желания. Типа, хочу быть самой красивой, самой богатой. Там, ну, что-то такое, знаете. Но в итоге, по сути, её желаний каких-то нам даже не показали. И это круто, потому что мне не особо интересно было, какие желания загадывает она и какие желания у неё. А вот посмотреть жизнь Джина, что он был в разные времена, это реально круто. Даже показали время, он был... Ну, типа, как этот сериал «Великолепный век», что он был в том времени, когда вот эта Хюрем была. И там тоже он... Какая-то девочка была, для которой он желания эти исполнял. Ну, короче, прикольно. Реально прикольно, мне понравилось. Могу даже рекомендовать посмотреть один раз точно. Я рада, что мы сходили в кино, что мы в кино не ходили, я даже не знаю, сколько. И знаете, что у нас есть? Впервые такую хрень купили. В общем, не знаю, знаете вы или нет, в кинотеатрах иногда продают вот эти вот... Ну, короче, вот берёшь попкорн и можешь не в картонной такой фигне заказать, а в железной. И там была вот такая железная штука. Посмотрите, сколько попкорна мы съели. Вообще ничего. Солёной заказали. Короче, в чём прикол? В том, что вот эта вот железная... Ну, как это корыто называется, а? Дай, как это корыто называется для попкорна? А, да, вот. Короче, эта ведёрка, оно... Смысл этого ведёрка заключается в том, что вот ты один раз купил, и в этот же день, если ты всё сожрал вдруг, ну, мало ли, да, есть такие люди, то ты можешь выйти быстренько из кино, и за 50 рублей тебе, да, ну, ещё насыпят. Ну, то есть, по сути, ты платишь не столько же, сколько за ещё один попкорн, а просто 50 рублей, потому что ты уже купил эту ведёрку. Но, к сожалению, это действует только в этот же день. Вот. Но нам ничего доспать не надо было, потому что мы и так ничего не съели, и вряд ли мы это там, типа, будем есть. Не знаю. И, кстати, помните тот попкорн, который я вам показала, свеженький, который готовится? Я думала, что это солёный, и я такая говорю на кассе то, что, ой, типа, можно, ну, вот этот свеженький? Она сказала, что это без вкуса. Типа, он без вкуса. Я думаю, что, господи, что уже только не придумывают, реально? Я не знаю, для кого это, какой смысл есть попкорн без вкуса, даже без соли, элементарно, потому что, ну, потому что, не знаю, мне кажется, это как есть какой-то, не знаю, поролон, что ли, вообще никак. Даже этот солёный, по сути, вообще никакой. А без вкуса, так я вообще не понимаю смысла тогда есть попкорн. Лучше тогда, не знаю, купить себе морковки, если ты там на какой-то диете или не хочешь соль, ну, короче. Ну, это ладно уж, да, у каждого свои вкусы, причуды. Вот эта вот корыта с попкорном вместе с солёным вышла в 600 рублей. На самом деле, бесполезная хрень, и нафиг, по сути, не нужна. И я бы, наверное, не захотела такое корыто, но чем оно мне понравилось, что оно просто, типа, с Новым Годом, без всяких фильмов. То есть, ну, как знаете, обычно бывает, какому-то фильму делают, там, Человек-паук какой-нибудь, ещё что-нибудь там, что выходит, и делают такие корыто-ведёрки с какими-то афишами. Такое я никогда, ну, и не хотела, и не нравилось. А вот такое, мне кажется, милое, прикольное. Её даже можно зимой будет наполнить какими-нибудь мандаринами, ещё. Ну, то есть, я подумала, что, в принципе, прикольная штука, пусть дома будет. Хотя мы попкорн вообще редко едим, но, по сути, сюда даже чипсы можно насыпать. Хотя это, я не знаю, сколько чипсов надо сюда насыпать, чтобы оно хотя бы, ну... Короче, в любом случае, мне показалось, что прикольная хрень, и почему бы её не взять. Вот, так что теперь у нас есть такое вот ведёрко. Начис тоже домой притащили. Вообще нифига не съели. Тут ещё начис в пакетике было. Вообще, ещё так было в начале тихо в кино. А мы ещё пришли, у нас и этот вопер, блин, картошка, всё надо открыть, достать. Ну, короче, шумели, слышно было, как мы жуём. Ну, короче, это ужасно было, просто некомфортно. Тем более, мы старались даже сжевать и что-то открывать тогда, когда в кино какой-то звук сильный был, чтобы не слышно было. Хотя в кинотеатре было, наверное, помимо нас ещё человека четыре. Вот, но всё равно как-то некомфортно было, но старались максимально тихо. Короче, показываю вам сырный соус, который шёл к оригинальному начо с сырным соусом. Я не знаю, зачем рассказываю, но рассказываю просто ради того, чтобы рассказать, поделиться чем-то. Вот такой вот сырный соус. Один я открыла, ну, думала, ну, может, да, будет не так вкусно, но хоть чё-то. Ну, может, будет не так уж и плохо. В итоге это была какая-то резиновая фигня. Ужасно невкусно. Написано соус майонезный, сырный начо. То есть какая-то, короче, вообще херня. Да, вроде как начо сырный соус, потом написано соус майонезный. Короче, какая-то дрянь полнейшая. И ладно, если бы это было просто, типа, ну, не так вкусно, но съедобно. Это было реально плохо. Я пару раз макнула, выкинула и даже не стала дальше есть. Но решила домой притащить, мало ли, не знаю. Также в кинотеатре не было ничего на разлив. Абсолютно ничего. Я заказала колу, просто какую есть, и я даже не знала, какую колу мне дадут. Я думала, что, может быть, будет какая-нибудь, там, Байкал или чё сейчас делают, черноголовка. Ну, чё-то такое, типа, наша кола. Но нет, вот такую вообще штуку дали. Я взяла такие две. Я не пробовала. Слава пил такую штуку. Я пила липтон из Бургер Кинга, который тоже, не знаю, в какой-то интересной упаковке. Типа не липтона, а абсолютно. Но по вкусу было как зелёный липтон, поэтому вообще пофиг. Кстати, как тебе колу, Зай? Удивительно, почему-то все решили, что мы в Москву приехали. Всё, уже с концами, наверное, потому что я выставила фотку, что у меня здесь на столе творится полный хаос. Хотя у меня тут просто, ну, как бы техника. Я всё притащила, то, что может пригодиться. Тут зарядка для фотика, Дайсон, выпрямитель для волос, этот звук записывать, ну, мало ли, всё может пригодиться. И фотоаппарат, другой фотоаппарат. Вот такой фотоаппарат, к нему аккумулятор. То есть тут просто срач. И зарядка вообще для пылесоса. Ну, то есть это не то, что типа всё вообще привезли. И свет вот такой. Это просто всё может пригодиться. И почему-то для многих выглядит всё так, что мы уже всё сюда переехали, всё, перебрались на самом деле. Нет, но я думаю, что мы здесь всё-таки задержимся, скорее всего. Не то, что там прямо на месяц. Но думаю, что побудем здесь в любом случае. Я немножко, если честно, даже соскучилась по квартире. Хотя дома на даче тоже классно, но немножко заскучала. На воскресенье я хочу заказать клининг, уже написала. Не хочу ничего убирать. Хочу здесь немножко понаходиться. Соскучиться по даче, по дому. Потому что мне немножко бесит то, что на даче я стала очень много сидеть. Ну, как-то, знаете, ощущать какую-то скукотищу. Вот. Это мне немножко напрягло. Поэтому мне захотелось сюда приехать, как-то развеяться тоже. Походить там, что-то поснимать контент. Что-то такое поделать. Какое-то время побудем тут. Хочется встретиться с друзьями. Сходить куда-нибудь. Вот в кино даже сходили. Чего не планировали. Давно вообще не делали. Реально давно. Ну, потому что особо нечего было смотреть. Ничего не выходило такого. Да и как-то мы вообще в какой-то момент перестали ходить в кино. Даже до того, как перестали выходить какие-то прям блокбастеры. Типа там того же Бэтмена, который у нас тут типа не показывали. Ну, мы его офигенно посмотрели абсолютно бесплатно в интернете. В хорошем качестве. На своем большом телевизоре. Так что, ну, как бы мы вообще ни разу не обламываемся. Если честно, я больше люблю вообще, в принципе, кино смотреть дома. Потому что раньше как-то мне прикалывало ходить в кино именно из-за начи со сырным соусом. Таким горячим, знаете, сырным соусом. Было безумно вкусно. А потом он пропал. Причем достаточно давно даже. Я бы сказала, что раньше всех каких-то событий он уже тогда его не было. Вообще как-то прикол ходить в кино потерялся. Плюс всякие вот эти подписки. Большой телевизор дома. И дома, конечно, удобнее. Потому что можешь поставить на паузу. Может фильм начаться тогда, когда тебе надо. А не ровно там в какое-то время после рекламы. Еще что-то. Но все равно какой-то, не знаю, вайб что ли от того, что ты сидишь в кинотеатре, смотришь кино на большом. Ну, конечно, больше нашего телевизора в экране. Конечно, есть. Это прикольно. Я немножко вдохновилась, немножко порадовалась, взбодрилась от такого нашего приключения. Что мне даже хочется, ну, как-то здесь уже все-таки навести порядок. В любом случае, мне надо скорее уже поставить комп. Он здесь упакованный в коробке. Надо его поставить, потому что мне нужно кое-что сделать в компьютере. То, что я не могу сделать с телефона. Поэтому надо мне этим вопросом заняться. Все, я нашла в себе силы. Разобрала все здесь. Здесь, хотя это было не так уж и сложно, но просто было лень начать. Короче, я показываю вам, что у нас есть. Вот, когда мы были с вами в магазине, я вам показывала, мне кажется, то же самое, только там она полностью была черная, а у нас с такими вот вставками. Даже не знала, что это с таким золотом, бронзой. Ну, короче, вот такая вот у нас штука, как в магазине была. Вот, видите? Ну, да, она прикольная. Первое время я вообще с ума сходила, игралась. Все, короче, отпаривала, гладила, ля-ля-ля-ля. Ну, как бы, да, здорово, но все равно как будто мне не хватает мощей у этой штучки, понимаете? Потому что есть такие плотные ткани, которые, ну, невозможно просто, они не становятся ровными, не становятся прямыми. Хотя штука достаточно удобная. Она даже раскладывается горизонтально и регулируется, ну, по высоте. И можно, ну, как бы спокойно на ней гладить, как на обычной гладильной доске с утюгом. Но все равно не то. В любом случае, теперь у нас есть утюг. И это хорошо. Столько разговоров из одного утюга. Так только я могу. Ребята, всем привет! Я с вами здороваюсь спустя день. То есть вчера я не снимала влог, позавчера мы с вами виделись. Я сейчас еду на фотосессию в студию. Я потратила, я не знаю, сколько, б***ть, 40 минут, наверное, на прическу. В итоге прическа просто ни о чем. Не знаю, на что я тратила время. Мне пока непонятно. Я забронировала студию, которая находится там, где метро Аэропорт. От моего дома это далеко. Это, ну, 20 километров. Это достаточно, чтобы ожидать, что дорога будет долгой. Особенно в Москве. Но сегодня как бы суббота, поэтому не так долго, как могло бы быть. Полчаса. Без пробок это 20 минут где-то. Но с пробками это было бы часа два. Все спокойно. Я забронировала три зала. Короче, первый зал с 12 до часу. Второй с часу до двух. И, следовательно, третий с двух до трех. Так вот, я опаздываю на первый зал. И не просто опаздываю. Я приеду в 12.43. Потом еще подняться. У меня с собой маленький чемодан. Большая сумка. Потому что у меня там и обувь, и костюмы, и наряды, и макияж. И все для волос. Ну, короче, все. Собралась так прям, ну, основательно. И мне безумно грустно, что я опоздаю на прикольный первый зал. Мы легли в три часа ночи где-то спать. Это с учетом того, что мне вообще не хотелось спать. И дальше мне не хотелось спать. Потому что режим, вы сами знаете, какой у нас, абсолютно не классный. Не такой, где хочется поспать. Пораньше лечь. Или встать пораньше. В три часа где-то мы все выключили, все, чтобы спать. И знаете, во сколько я в следующий раз посмотрела на часы в пять утра? Все это время я не могла уснуть. Я ворочилась, крутилась. Думала о всякой хуйной. По-другому сказать не могу. Меня это жутко злит. Сначала я думала о всяком г**не. Потом я думала о том, как г**ня на мне будет, когда я проснусь. Сейчас я чувствую себя нормально. Типа, у меня нет состояния, что я не выспалась. В итоге, вместо того, чтобы встать в 9.30, во сколько я должна была встать, я смогла встать в 10. У меня был будильник тоже на 10 и на 9.30. На 9.30 я вообще его не слышала. Я даже не знаю, был он, не был. Со вчера я все собрала, подготовила, померила. То есть у меня будет 15 минут, чтобы сделать фотки в этом зале. Ха-ха, как смешно. Я, конечно, сама виновата. Зачем я его забронировала? Если я могла догадаться своей репой, что я не встану. Вчера я не могла встать нормально. Еле как встала, блин, в час, по-моему. Позавчера я вообще еле как встала в 3. Ну, типа. И меня это жутко бесит. Из-за этого я чувствую раздражительность. Мне даже казалось, что у меня, наверное, какое-то жесткое ПМС. И я думаю, что дело все еще в том, что, ну, типа, я уже так отвыкла от этой суматохи, от этих нервных людей. Не знаю, на даче все так спокойно, размеренно, свежий, чистый воздух, птички поют. А в городе, ну, просто трэш. Нервные люди. Куда-то надо бежать, что-то надо делать. Надо быть очень продуктивным. Вот так вот, понимаете? Везде все успеть, везде поспеть. Не знаю, сделать что-то полезное в этой жизни. Ну, короче, трэш. В общем, ладно, не буду сильно долго болтать. Ну, уже как есть, так есть. Ничего не успеем снять, наверное, в этом классном зале. Ну, значит, так тому и быть. Может быть, конечно, за 5 минут что-то можно успеть. Я говорю о том, что мне же еще надо достать вещи, подняться. Наверняка подписать какие-то документы по поводу зала. То, что я принимаю его, еще что-то. Хотя там все у меня оплачено. Но в любом случае, что-то надо, наверное, сделать. Короче, просто встретилась с Луизой. Она меня так вдохновила. Мы с ней поболтали. Не знаю, практически весь день вместе провели. Она меня так вдохновила реально на то, что, ну, надо, короче, двигаться больше, активней, сидеть туда-сюда. И сразу как-то, ну, не знаю, жизнь по-другому, другими красками заиграет. Ну, короче, типа не сидеть на месте. Ну, правильно? И она меня так вдохновила, так прям подбодрила. И сегодня вот это еще плюс ко всему. Я не выспалась жутко. Ну, то есть сколько я спала? Три часа? Четыре? Четыре? Не знаю. А пять часов, когда я посмотрела на часы, это когда я посмотрела. А уснула я же не сразу в пять. Поэтому, то есть, ну, грубо говоря, можно сказать, что я спала, ну, четыре, три с половиной часа. Я надеялась хотя бы пять поспать. Хотя чувствую я себя сейчас нормально, но я думаю, что это сейчас, а потом я думаю, буду очень плохо себя чувствовать. Помимо всего прочего, Слава еще проснулся и пошел, сходил мне за кофе, за кексиком моим любимым, за сосиски в тесте. Потому что, ну, как бы я бы ничего этого не успела, понятно, сделать. Я бы ни кофе не попила, ничего бы не пожевала вкусного времени, что-то дома приготовить. Там даже бутерброд достать я не нашла, не нашла бы. Ну, короче, пока я красилась, Слава сходил за кофе, хотя ему вообще не надо было так рано вставать. Ну, короче, просто хороший, любимый муж. Вот все, поэтому класс, конечно. Он мне очень помог в этом моменте, и за что ему спасибо. О, дорога стала плюс-минус ничего, в пробке сильной я вроде пока не стою, поэтому есть надежда хотя бы, что я приеду за 20 минут до конца времени в этом зале. Мы сходим, я начинаю снимать, поэтому можно, потому что, понимаете, это интересные люди наши. Мне нравится, потому что она приправит в любви. А мы с собой с собой с собой ведет и правда делает. А мы молчим. Где? А, вот в этой цвета стоит. В этой цвета. Это у меня, это такая, для семьи ездят. Ну, там вот в этих. Любишь, жуешь. Ну, все. Это правда, да? Я думаю, что беленьку правда, наверное. Товарищи черные, но я не очень отжигаю ботинки. Ага. Можно поставить ее, и я еще думаю, что бы совсем пустой кадр не был. Здесь тогда details, чтобы разбавить тебе ленту. Здесь, смотри, есть прикольно то, что у меня розовый стакан. Здесь розовые в журнале. И вот такая штука. Я могу детально просто пофоткать что-нибудь сама. Давай. Круто. Я вот тебе разбираюсь. Да что ты разбираешься? Не разбираешься. Блин, где не поменяешься? Ты так говоришь, что в чем-то не разбираешься. Что за меня идет? Я не умею. Я понимаю, что это делать. Ребята, все, мы закончили. Я себя чувствую, в принципе, нормально пока. Но это, наверное, сейчас. Да? Ну, напоминаю, что я очень сильно не выспалась. Поэтому есть вероятность, что попозже мне будет прям плохо. Настроение у меня улучшилось. Даже успели что-то поснимать в том зале, про который я говорила. И оказалось, что он все-таки не самый классный. И вот самый классный был третий зал. Но в нем я, по-моему, влог не снимала. Но, видите, фотки. Там с кроватью, короче. Ну, прикольно, миленько. В принципе, много чего сделали. Даже мне казалось, что что-то какие-то луки, может, у меня не самые прям вот вау. И что-то я еще костюм взяла. И подумала, что как-то, ну, может, не очень получится. Ну, короче, я думала, что все как-то так, типа, средненько. Но в итоге, посмотрев фотки, хотя я их так вот быстро, вскользь посмотрела, ну, мне показалось, что очень даже стильно, прикольно. Я довольна, продуктивные несколько часов провела в своей жизни. Сейчас еду домой, мне ехать 18 минут. Хорошо, что сегодня суббота, и пробок не так много. Вот, поболтали с девчонками, похихикали. Наверное, не знаю, даже 70% снимали и 30% болтали. Прям без фоток. То есть, останавливались, болтали, пока переодевались. Наделали всякого разного контентика, видосики какие-то поснимали. Ну, можно будет из них что-то смонтировать, типа рилс какой-то, не знаю. В любом случае, я смогу как-то собрать ленту симпатичную, вот, такую стильную, плюс-минус минималистичную, наверное. Вот, но пока мы в Москве, я хочу еще, конечно, устроить всякие фотопрогулки, фотоохоту. На улице хочется что-то поснимать. У меня есть образы для улицы тоже прикольненькие. Вот, из того, что еще обязательно я должна успеть сделать в Москве, пока я здесь, это встретиться со своей подружкой Настей, которой я сегодня напишу. Но встретиться я с ней смогу, наверное, только в понедельник, потому что, потому что сегодня уже, сегодня я устала и буду хотеть сильно спать. И мне нужно сегодня дома что-то поделать, погладить, подготовиться к приходу клининга завтра, белье поменять, тоже погладить. И в любом случае, какая-то пыль от этого всего поднимется. И лучше это сделать до того, как клининг придет, понятное дело, чем после, чтобы потом опять самоубираться. Иначе, ну, как бы нет смысла тогда вызывать клининг. И вот, если хочешь, потом опять что-то такое сделать, что поднимет пыль. Ну, короче, вы поняли. Хочу сегодня провести остаток дня дома. Ну, как, типа, не то, что прям, вау, хочу сидеть дома. Я, в принципе, в хорошем, бодром настроении. Может быть, сейчас я приеду домой, мы со Славой съездим, покушаем где-нибудь, потому что готовить дома вообще неохота. И, конечно, я думаю, это все потому, что на даче я каждый день готовлю. На даче мы, ну, ничего не заказываем на дом. Понятно, как у нас тут есть, например, возможность. Там такой возможности нет. Ну, точнее, как бы есть. Там даже какой-то грузинский ресторан есть. Но, не знаю, может, как-нибудь и попробуем. Но мне, в принципе, не взападло там готовить. И, кстати говоря, еще что любопытно, я вспоминаю, как мы жили на даче в карантин. То есть, два года назад, получается, я тоже снимала влоги с дачи. Они как раз-таки были с первого выпуска по десятый «Живем на даче». Вот, кому интересно, можете посмотреть. И когда мы там жили тогда, в то время, я тоже, понятно, готовила. Если честно, я так устала тогда готовить. Мне так это все прям надоело. И прям ужасно я от этого. Ну, не то, что я бесилась. Ну, вот, видимо, знаете, это взросление. Типа, сейчас мне не так западло и не так тяжело готовить. Ну, как-то не знаю. Сейчас для меня это в пределе нормы. Ну, типа, а что, как еще? Как? В смысле, конечно, надо, да. Это просто, знаете, к вопросу о том, что когда я рассказываю, какая я молодец, как я убралась, там еще что-то. И мне пишут то, что вообще-то это норма. Типа, это само собой разумеющееся. Ну, как бы, я с вами полностью согласна, что это должно быть, да. Это нужно делать дома. Ну, если, конечно, есть возможность, чтобы уборщица постоянно это делала, да, клининг, то тоже, в принципе, неплохо. Но, ну, как бы, понятно, дома надо же убираться, иначе как жить в грязи, что ли? Понятное дело, что это надо. Но вот эти люди, когда так пишут, они как будто бы забывают, что на это тоже уходит очень много времени. Ой, как же здесь все сложно, какие же все тут злые. Мне как-то написали, что вообще-то убираться дома, это само собой разумеющееся. На что я ответила, то, что, ну, как бы, да, но ведь все по-разному это делают. Кто-то на отвале и так чисто протер там пыль, пыль, не знаю, носком каким-то. Кто-то серьезно убирается, генеральные уборки, ну, прям хорошенько все, красиво там раскладывает, гладит там, не знаю, стирает. Ну, то есть много всего, помимо того, что просто пропылесосить, например. И кто-то под этим влогом, где я об этом рассказываю, написал то, что вообще-то, типа, люди забывают о том, что на это уходит очень много энергии и силы. Типа, это что, не делаешь, что ли? Это, как, знаете, очень часто бывает, считается, что якобы, вот, раз женщина сидит дома, там, с ребенком, например, то она, ну, она же сидит дома, она же не на работу ходит. Типа, что, что уставать? Ну, типа, знаете, это как будто бы из этой же истории, что раз ты, там, мама, сидишь с ребенком дома, там, готовишь, убираешь, то это фигня, это же не на работу ходить, это же ты же дома сидишь. И мне кажется, что это, ну, как бы можно немного сравнить, да, понятно, что с ребенком намного сложнее все эти домашние дела, и вообще, в принципе, ну, как бы быть мамой, это тоже работа, нифига себе какая. Конечно, это к тому, что даже вот такие, казалось бы, мелочи, как просто убраться дома, ну, нельзя обесценивать, ну, в том плане, что относиться к этому так, что это просто, ну, типа, релакс, как съездить в отпуск, типа, а чё? В общем, счастливая, еду домой, фотки буду сегодня отбирать, обрабатывать, ленту формировать, ну, короче, классно. Настроение хорошее, осталось только еще вкусно, сытно покушать, вот, я пока еще не супер голодная, потому что съела сосиску в тесте, и еще, Слава, мне кексик мой любимый, купила аж две штучки. Та-дам! Ребята, привет, новый день, у нас только что была уборка дома, только вот проводила. Ах, благодать! В этот раз окна я не заказывала, чтобы мыли. Там кто-то за мной подглядывает, кто это такой. Вивочка сейчас поедет на стрижку, да? На стрижку поедем? Поедем на стрижку? Встричься, будешь? Давай, Вив, снимем до и после. Вот такой у нас до, сидеть. Молодец! Потом покажу вам после, и к тому же мы уже прямо сейчас будем выходить, я успела накраситься. Не знаю, мне кажется, слишком густые брови у меня получились. Красотка? На, красотка! Так, ребят, заканчиваю этот влог, потому что я его нормально не снимаю полноценно последние два дня, и мне кажется, лучше на этом закончить этот влог. Сейчас почти 11, без 15.11, я жутко устала, хочу отдыхать, мыть макияж и так далее, и так далее. Рассказываю, что было. Сегодня подстригли Вивочку, но вы видели. Приходила клининговая компания, тоже я вам показала итог, и я вернулась где-то полтора часа назад, ну, короче, где-то в 9.20, 30, может, я вернулась домой, ездила на закрытый ужин, закрытый такой вечер, можно сказать, встреча, закрытая встреча, так быть правильней. И Луиза делала такую встречу вместе с Сашей Кабаевой, Луиза Смайл Студия, вот, и они провели встречу, на которой рассказывали про социальные сети, как их развивать, как стать популярным. В общем, там, для тех, кто хочет развивать свой бизнес, просто свои странички, как, ну, личный блог. В общем, была такая встреча, я поехала, конечно, не потому что там такая, типа, ой, а как развивать свою страничку? Понятное дело, что я все это знаю, все, что девочки рассказывали, ну, для меня не было ничего нового. Я поехала просто поддержать Луизу, типа, выбраться из дома, как-то, может быть, вдохновиться. Вот, поэтому съездила где-то в 6, я приехала с 6 до 9. Была встреча, немного устала за сегодняшний день. Еще я, кстати, между прочим, встала в 9.40 и легла вчера в 0.40, ну, в 12, и это достаточно круто. Ну, почти в час, конечно, но извините, я тут недавно в 7 утра ложилась спать, поэтому вот так вот быстро, резко можно изменить режим, если очень сильно хочется спать. И рано встал до этого. Короче, поэтому и сейчас я тоже хочу уже спать. Хочу, ну, не спать, но смыть макияж и просто лежать, отдыхать, кайфовать. Очень хочу. Я думала сегодня помонтировать влог этот, но я так устала, я не хочу сидеть. Я за комп вообще, ну, я не могу до него добраться, потому что, как мы приехали в Москву, каждый день какие-то дела, и это хорошо. То есть я специально эти дела тоже, ну, можно сказать, не то, что придумываю, но решаю, делаю, да, и это хорошо, потому что я не сижу дома. Посидеть дома я всегда могу на даче, например, да. Кстати, это даже хорошо, знаете, потому что когда на даче ты понимаешь, что особо много чего делать не сможешь, там, поехать на фотосессию. Я даже гуглила, искала там какие-то фотостудии, вот где у нас дача. Нашла какую-то фотостудию, ну, типа, знаете, а-ля того, куда мы ходили, там, я не знаю, сколько лет назад, когда мне было лет 15-14, такие прям студии, знаете, ну, короче, декор вообще не то, не то, что сейчас модно, скажем так. Так что я бросила эту идею, там, пытаться что-то такое найти, поехать пофоткаться, потому что, ну, как вы знаете, на даче не так много у меня вариантов, где сделать классные фотки, что там в лесу, да, можно сделать красиво, но... Все-таки мне ближе тематика, ну, для фотографий, да, для ленты какой-то, тематика, там, города, может, архитектуры или каких-то красивых пейзажей в духе, может быть, на море где-то, еще что-то. Ну, как бы на даче фоткаться, там, березкой тоже мило, да, но это больше душевно, типа, такое. Короче, вы поняли, что я имею в виду, в общем, в любом случае за эту поездку в Москву мы еще не уезжаем на дачу, сделали много чего полезного, фоток очень много надела, даже нет, вот, сил, рук, времени добраться до того, чтобы хотя бы их просто отобрать, там достаточно много фотографий, я скидывала скрин в Телеграм, ну, отдалила фотографии, фотопленку, и кто-то посчитал, даже не поленился, там, по-моему, 1600 фотографий. И все это мне надо просмотреть, отобрать, ну, полайкать то, что мне больше всего нравится, потом обработать и так далее, и так далее, и, ну, короче, тоже такое хочется, хочется этим заняться, но этим я всегда могу также заняться на даче или когда у меня очень суперсвободные деньки, а я пока здесь таких себе не придумала свободных деньков. О, завтра мы должны были встретиться с Настей, фиат-подружкой моей, но решили, короче, на вторник перенести, и ей так будет удобнее, и я немножко, как-то сказать, посижу дома, может. Ну, вряд ли я прям буду сидеть дома, может, мы со Славой сходим в ресторанчик, я очень хочу стейка покушать, картошечка фри, вот, в нашем любимом ресторанчике, ну, есть хорошие ресторанчики. Ну, короче, хочется как-то, знаете, такой вот день, когда, ну, просто, хочешь в ресторан, пойдем в ресторан, хочешь полежать дома, посмотреть кино, ну, давай, ну, вот такое, знаете, чтобы без каких-то запланированных дел, но я была готова завтра с Настей встретиться, но в итоге мы с ней списались и по времени поняли, что удобнее будет все-таки во вторник. Поэтому завтра я буду спать, сколько захочу, но я не думаю, что это будет сильно долго, сильно допоздна. Самое главное сегодня лечь нормально. Короче, я молодец, я продуктивная. Ура! Всем подпишитесь на меня в Телеграм, потому что я там все выставляю, показываю раньше, чем где-либо, я уже вам рассказывала, ссылку оставила в описании. Ну, и, в принципе, все на этом. Нечего пока рассказать тоже новенького. Встречу не снимала, не взяла с собой камеру, потому что взяла с собой модную маленькую сумочку и не хотела быть таким прям супертипичным блогером, который пришел с камеры снимать. Я снимала в сторис. Еще осталось этот влог смонтировать, поэтому завтра я как раз-таки этим тоже и займусь. И на этом все. Я пошла смывать макияж, отдыхать, наслаждаться вечером дома. Сейчас возьму чипсы. Бутерброд с колбасочкой. Вот такой план. Всех люблю, целую, обнимаю. Будьте счастливы, здоровы. Спасибо, что смотрели этот влог. Оставляйте комментарии. Всем пока.